Тяжелый крест, как духовник, старейший священник, он меня, как говорится, после патриарха тоже поддержал, благословил со стороны местного духовенства. И я благодарностью принял его поддержку и вот сейчас стараюсь нести крест архиевейский. И собираются у нас священники, вот сегодня рукоположен тоже священник, отец Александр молодой, собором наших священников, большая радость. Поэтому еще раз примите, батюшка, благодарность от нас и позвольте наградить вас, не наградить, а так вот принеси вас подарок отец. Хочу поблагодарить Михаилу книжечку «Идею Божию» из трудов, святого правильного Иоанна Кронштадтского, наставление великого святого пастыря. И ежедневник, чтобы он все-таки батюшка уже благочинишкими делами занимается, чтобы он мог, чтобы никуда не пропадают записочки, чтобы было все в памяти, все телефоны. Спасибо, Господи, Боже, в помощь. Давайте споем многое благодетное. Благодетное, мирное житие, здравие, жизнь, спасение, во всем благое, поспешение, подашь Господне, великому господину и отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, святой Троицы, и сердивой лавры, священную архимандриту и Бетхадину, высокопреосвященнейшему Вениамину, митрополиту Владивостовскому и Приморскому и Святой Троицы, и Николая Степетиву, священную архимандриту, протверею Михаила, идею Михаила, всему честному, священному собору, всем православным христианам, и сохрани их на многое благое лето. Многое благое лето, многое благое лето, спасти Христе Боже, спаси Христе Боже, спаси Христе Боже. На многое это, на многое это, на многое это, на многое это. Еще два слова хотелось поздравить нашего ставленника, недавно еще дьякона, теперь ныне Ивея Александра, с Хератонией и пожелать ему, как говорится, нашим собором рукоположенной, пожелать ему крепости в духовном подвиге, нести свой крест, право править пасторское слово, Христово истины, проповедовать Слово Божие, у престолов благоговейно стоять и духовно охранять, укреплять народ Божий светом Христово истины. Благодарю вас, Господи. Спасибо. Ваше Священство, Ваше Священство, Ваше Священство, Владыка, и дорогой Отец Митроилов. Я приеду для того, чтобы поздравить вас с вашими детьми именинами, потому что вы наш духовный наставник, наш отец. Можно сказать, у нас родили вас в духовную жизнь. Меня в плести еще, когда дома отманили, но он родили. И я хотел бы вас поздравить с этим великим вашим праздником. Бога вам благовета. Нам всем, мы, некоторые здесь стоящие, ваши ученики, я не знаю, это с Михаил. Мы всегда хотели и хотим быть достойными на вас, похожими на вас, стараемся, чтобы были похожими на вас. Конечно, судить вам, отец Митроил, чего мы достигли даже за сколько лет. Кто-то скажет, что он, кто-то, есть ли, да? Но поверьте нам, от чистого сердца, он говорит, что нам хочется очень быть покорным на вас. Спасибо. Мы очень замечательные человека. Многое вето, он, отец Митроилович, и долгое вето. Слугая вето, многое вето, многое вето. Дорогой нашпадечка, мы поздравляем вас с ангела вашего и вашего внука, молодого отца Михаила. Вручаем вам, дай Бог вам здоровья, крепкого, крепкого, чтобы вы нас долго-долго окормляли. Спасибо. Братья и сестры, разрешите поздравить. Во-первых, хочу поздравить рукоположного отца Александра. И, наверное, символично, что в этом храме он сегодня, Евгений Архангелем Михаилу, получил такой священный чин. Ну а почему здесь? Потому что, как вы заметили, у Владыка уже около десятка тридцитеров здесь отец Михаил воспитал. И мы тоже, рабы Божьи, чады, здесь под его руководством, как пастыря, тоже просим у Бога здоровья, благоденствия нам, нашим семьям, городу Арсеньеву, вам, Владыка, Патриарху, всем святым. Ну и хочется поздравить отец Михаил, значит, меня крестил, мы и семья тоже, вот нас трое. Мы, колорище, тоже выступали, и вы поддержали вместе, чтобы получил отец Михаил звание почетного жителя города. Батюшка, вы мне давали поручение написать книгу об истории и партии нашей Арсеньской, как она здесь начиналась. Я, конечно, уже приступил к написанию этой книги, но я не знаю, сколько лет мне Бог даст отвести, когда она будет издана. Наверное, еще лет 30 пройдет. Ну а пока вот первый вклад, это видео воспоминания вашей отец Михаила, как это все строилось в живом виде, в живом взгляде, в живом звуке. Это на память вам. И вот отец Михаил, младший. Вы тоже, Архангель Михаил, тоже вас с праздником поздравляем. И вашего дедушки тоже воспоминания о том, что вы в этой партии тоже начинали служить. Получили здесь тоже... Но мы не забываем, что вы доведете спортивную жизнь, и поэтому чуть попозже, к другому празднику, мы вас экипируем другой митой, но спортивной. Спасибо, Господи. Я бы наставлял слово Вячеславу Южчину, моего другу, я Шевченко находит. Владыка, Божесловитель. Отец Михаил, словами передать, скорее всего, невозможно, то, что в душе, я думаю, прихожан, большинства, и во всех к нам прихожан. То, что вы делаете, скорее всего, может быть, даже, не отдавая, может быть, даже себе своего отчета, что вообще, по-большому, слово дело. Дело. Вы, духовный наставник, у вас, наша паства, которая вас чтит, уважает, оценить ваш труд, это великий труд, большой труд, это, наверное, все-таки Божий труд, и ваша вера вдохновляет всех нас быть похожими на вас, делать, наверное, как вы учиться у вас. Низкий вам поклон, праздник вам. Спасибо. Вы знаете, тревожный день сегодня, потому, что начинает сопоставлять ваш глаз в жизни, свое участие в городе, ту веру, которую вынесли, насколько она назад дала обратную реакцию. Так вот, тревожно в том, что возраст большой, еще много надо сделать. Я попрошу Господа Бога, чтобы он вам дал как можно больше вес здоровья, как можно больше здоровья, для того, чтобы вы продолжали свою работу. Я ее называю работу как верякту. Спасибо. Потому что это работа во благо людей. Каждая работа во благо людей достоит большой оценки, должно сопровождаться большой помощью, участием. Я думаю, вам есть чем гордиться. Я думаю, что вы сделали невозможное это восстановили, укрепили, продолжайте укреплять Божью веру в нашем городе. Спасибо. Ваше Прочтение, спрашивайте, я поздравлю молодого, у нас верян называется продолжитель династии. Вы знаете, это всегда залог для того, что лучшие традиции будут передаваться из рук руки и на базе веры, и на базе кровного родства. Это большое дело. Тец Михаил, я тоже очень попрошу Господа Бога буду молиться для того, чтобы он вам дал самое главное. Это здоровье. Здоровье во благо нашей нации, во благо нашего города, во благо наших верующих. Дай Бог вам здоровья и вот с таким усердием. Друзья, я помню его, когда он был совсем маленьким, таким маленьким, и ходил, носил, вы помните, вот такой интересненький, красивенький мальчик, и мы на него смотрели с надеждой. Вот эта надежда сегодня раскрывается все больше и больше. Он стал более, будем так говорить, более серьезно подходить к работе. Сейчас будет хорошо. Спасибо вам. Спасибо.